Вот та самая спортивная площадка между 10 и 12 домами по улице Левобережной. Её реконструкцию Вячеслав Гладков приехал обсудить с жителями, но инициативная группа повела главу региона в подъезды. Я сейчас зашёл в подъезд, но с моей точки зрения здесь всё очень просто. Здесь нужно просто текущий ремонт. Жители этих домов обращались в управляющую компанию неоднократно, но результата не было. Событие произошло сегодня. В нашей жизни не только двора, но и подъезда. Если ничего не изменится в течение двух месяцев, звоните. Буквально через пару часов жильцы снова встречали гостей. Смотреть подъезды приехали начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и глава госжилнадзора. Управляющая компания «Русь» держала ответ. Объяснила, почему подъезды не ремонтировались. Мы составили на 2021 год план работы по косметическому ремонту подъездов. Внесли те подъезды, которые были в более плачевном состоянии. Теперь этот план придется скорректировать. Люди устали ждать. Конечно, не самый плачевный подъезд. Я думаю, что у вас на территории есть и хуже. Но, тем не менее, видно, что не дорабатывать. Делаем, чтобы не переделывать. То есть, если она залучилась, это не значит, что мы поверху покрасили. И на этом как бы сошлось. Конкретные недочеты, которые «Русь» должна исправить в ближайшее время, сегодня определяла уже комиссия госжилнадзора. Не закрывают, ручки не работают. Во втором подъезде дома номер 12 даже завелись новые соседи. Единственное, что радует жителей этого дома, это новый лифт, который установили в прошлом году. Само же состояние подъезда оставляет желать лучшего. Взять только вот эти ящики скрипящие, проводка, которая не изолирована. О стенах уже говорить не приходится. Ремонт здесь проводился последний раз 15 лет назад. Подъезд в 10-м доме тоже вызывает много вопросов к управляющей компании. Дело не только в эстетике, но и в банальной безопасности. Вот так крепёж для лампочек практически на голых проводах висит на одном из этажей. Кроме того, протекает кровля. Обращались в управляющую компанию? Обращались, конечно, несколько раз. И какой ответ? Что отвечают? Ну, отвечают, что весна наступит, будем смотреть. Теперь не только посмотрят, но и починят. Как это сделали на Народном бульваре 89 после приезда Гожилнадзора. Золотать 150 метров крыши морозы не помешали. Теперь предписание на косметический ремонт подъезда выдано и управляющей компанией «Русь». На исполнение 6 недель. Управление проверят. Если они не сделают, привлекут к административной ответственности. На должностное лицо свыше 50 тысяч, на юридическое лицо свыше 200 тысяч рублей. За последний месяц от жителей региона в Гожилнадзор поступило порядка 600 официальных обращений. Поэтому, если ваша управляющая компания вас не слышит и не реагирует на жалобы, вы тоже вправе письменно обратиться в Гожилнадзор. Как коллективно, так и индивидуально. Сделать это можно через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства или принести письменную жалобу по адресу Белгородский проспект 85А. Александра Третьякова, Дмитрий Коваленко. Творческая команда программы «Такой день».